Девушки отдыхают Сегодня мы будем готовить вареники со сладкой творожной начинкой. На нашем канале уже есть видео с рецептов вареников с соленой творожной начинкой. Итак, приступаем. В кастрюлю наливаем 100 грамм молока, 1 столовую ложку сахара и 1 четвертую ложку соли. Молоко очень хорошо нагреваем, но не доводим до кипения. Снимаем с огня и добавляем 100 грамм муки, интенсивно помешивая, чтобы не было комочков. Немного остужаем и добавляем 1 яйцо и остальную муку 100 грамм. Такое тесто на молоке получается очень нежным. Муки может понадобиться немного больше, но не делайте тесто слишком крутым. Даем ему немного отдохнуть минут 10, а в это время готовим начинку. Берем 250 грамм творога, лучше брать с 5 или 9 процентный. Если творог оказался слишком влажным, нужно это исправить, отжав лишнюю жидкость с помощью марли. Добавляем 1 желток и столовую ложку сахара. Вареники являются одним из символов украинской национальной кухни. У наших предков вареники имели магическое значение и недаром им придают форму месяца. А как известно, месяц способствовал росту благосостояния человека. С помощью вареников даже проводили магические обряды. На праздник Андрея девушки варили вареники и ставили их перед котом. Чей вареник съест кот первым, та девушка и выйдет вскоре замуж. Теперь приступаем к лепке вареников. Раскатываем тесто в тонкий пласт. И вырезаем кружочки. На каждый кусочек выкладываем начинку и защипываем края. Раскатываем тесто в тонкий пласт. И количество продуктов, которые мы использовали, получается 25 вареников. Варим в подсоленной воде. Как только вареники закипят, варим еще 2-3 минуты и достаем. Поливаем растопленным сливочным маслом. И ни в коем случае не забываем сметану. Готовьте вместе с нами, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Приятного всем аппетита!